Кажется, у нас сегодня седьмая встреча. Поправьте, если не так. Ну, кажется, так. Значит, мы продолжаем говорить про теорию чисел в моем понимании. Сначала я выпишу несколько формул, которые нам сегодня понадобятся. Значит, терема первая. Пусть классическое обозначение. Пиотен – это количество простых чисел среди первых н натуральных. Тогда нам известен порядок роста этих числа. Это n делить на лог n плюс… Ну, вот это вот второе нам будет не нужно, но я напишу для общего сведения, так сказать. n на лог квадрат. То есть количество простых чисел на отрезке от 1 до n ведет себя, по сути, как n делить на лог n, натуральный логарифм n, плюс еще какая-то поправка, которая в логарифм раз меньше, чем вот это. Ну, наверняка у вас это было, там, по крайней мере, у помышленной части на каком-нибудь дискрайне, или у КТЧ, что там какой-нибудь θ можно написать вот здесь вот вместо точного равенства. Вот. Но, оказывается, даже вот верно такое соотношение. Следующий факт. Если мы рассмотрим все простые, опять-таки, не больше, чем n, и сложим их обратно, то получим повторный логарифм n, плюс некоторая константа, плюс O, вот один делительный логарифм n. Где мы-то примерно 261 тысячная. Вот. Такая информация, что если мы сложим обратные простые на отрезке от 1 до n, обратные к простым на отрезке от 1 до n, то у нас будет повторный логарифм n плюс, ну, то есть в пределе, да, как бы можно считать, что вот это, это повторный логарифм плюс константа плюс вот эта вот функция, которая, ну, можно было бы написать здесь O мало от единицы вместо O большой от 1 логарифма, и можно написать просто O мало от единицы, если не выдаваться в детали. Вот. Но что значит вообще эта запись? Это значит, что существует такая функция, там, f, которая равна O большой от 1 логарифма, и то есть модуль f не больше, чем, скажем, c делить на логарифм n. Такая функция f, что вот это вот выполняется равенство. Сумма обратных простых — это повторный логарифм плюс константа плюс функция f от n. Понятно? Ну и третий факт. Тоже я его спешу с бумажки, потому что всякие константы, есть вот эти вот осашные члены, я их не запоминал. Поэтому если мы просто посмотрим на обратный ко всем натуральным от 1 до n, да, не обязательно простой, а просто все натуральные от 1 до n, тогда это будет просто логарифм, неповторный обычный логарифм, плюс опять какая-то константа, в этот раз гамма, плюс от 1 n. Где гамма — это примерно 0,577. Это констант Эйлера или нет? Да-да-да, Эйлера и еще у кого-то чувака, которого я не помню. Вот этот ряд называется гармоническим. Сумма просто обратных к натуральным. Одна первая, одна вторая, одна третья и так далее. И все складываем вплоть до 1 n. Получается натуральный алгоритм плюс константа, плюс от 1 n. Вот такие интересные факты. Это все как-то доказывается, там есть всякие способы это делать, но это скорее к курсу по непосредственной теории чисел. Один из способов — это считать какие-то интегралы, их оценивать аккуратно и так далее, применять какие-то интегралы на термо-среднем. Это не то, чем мы будем заниматься, поэтому я их просто привожу без доказательств. Так, мы будем этим пользоваться, например, в нашем первом сегодняшнем алгоритме — брюштеретосфена. Задача очень простая. Найдите все простые от 1 до n. Найти все простые среди чисел 1, 2 и так далее n. Так, ну первое, что здесь нужно сказать — это что у нас есть довольно простой алгоритм, который проверяет простоту данного числа. Если вы даете число х, можно его проверить на простоту за о от корня из х. Проверка х на простоту за о от корня из х. Значит, это простой алгоритм, я даже не буду его подробно описать. Значит, как проверить, что х простое за о от корня из х? Тривиальное утверждение. Если х не простое, то есть составное, то у него есть хотя бы один натуральный делитель, не больше, чем корень из х. Потому что если таких нет, значит, все его делители хотя бы корень из х. А значит, как выглядят его делители? Любой делитель больше, чем корень из х. Но тогда что такое делитель, да? Это один делитель, не знаю, там, если х, это произведение каких-то двух делителей своих, d умножить на е, и оба они больше, чем корень из х. Но тогда их произведение не может быть равно х. Потому что делитель, да, это такое d, что существует еще натуральное е, такое, что их произведение — это х. Вот. Ну, если оба больше, чем корень из х, то такой равенства невозможно. Значит, если нет ни одного делителя, ни больше, чем корень, то нет вообще ни одного простого делителя, кроме самого х. Значит, можно просто перебрать все натуральные числа от одного до корня, посмотреть, что ни одно из них не делит х, и если так, то х простое. Это понятно? Ну, значит, это мы так в сторонке заметили. И, как бы, в принципе, можно было бы это сделать здесь. Для каждого числа запустить этот алгоритм за корень, но это было бы слишком долго. Мы сделаем лучше. Значит, мы сделаем следующий алгоритм. Он работает следующим образом. Сначала считаем, что все числа простые. Ну, кроме единицы, давайте сразу напишем. Простые. Дальше мы будем перебирать числа в порядке возрастания. И если нашли какое-то очередное простое, P, например, тройку, если мы знаем, что P — это простое число, тогда мы точно можем сказать, что, скажем, P умножить на 2, P умножить на 3, P умножить на 4 и так далее, и так далее. Все они непростые, потому что у них есть в разложении какой-то нетривиальный делитель P и вот то, что осталось. Значит, так и запишем. Далее, если P простое, то 2P, 3P, 4P и так далее непростые. Ну, собственно, наш алгоритм будет так и работать. Он просто изначально считает, что все числа простые. То есть для каждого числа хранит амбулевский флаг true, что мы пока что считаем, что оно простое. Потом идет в порядке возрастания по всем числам. Если нашел число, про которое мы пока что не знаем, что оно составное, то есть которое мы пока что считаем простым, тогда объявляем его настоящим простым, а все вот эти вот кратные ему объявляем составными. Значит, код будет такой. Давайте я напишу вот так. Prime от 2 до n состоит из всех трушек. Да, изначально мы считаем, что они все простые. Затем пробегаемся к этому массиву. Если оно непростое, то мы его просто пропускаем. А если оно простое, то все кратные объявляем непростыми. Значит, ну здесь как можно сделать? Вот здесь можно написать g от 2 до целой части n поделить на p. И все такие числа, g умножить на p, объявляем непростыми. Вот весь код. Ну, собственно, делаем ровно то, что здесь написано. Здесь единственное, я написал, что какие именно числа мы объявляем непростыми. Те, которые представляются в виде g умножить на p, и при этом входят в наш интервал, ну, значит, g должно не превосходить целую часть n делить на p. Понятно? Вот, ну, корректно здесь как бы плюс-минус очевидно. Любое простое число, которое по-настоящему простое, мы объявим в конце простым, потому что мы его изначально считаем простым, и никогда точно не положим, что оно непростое, потому что простое не может быть представлено в таком виде. Не может быть представлено в виде произведения. Поэтому все простые мы точно найдем, а любое составное, поэтому мы точно поймем, что оно составное, потому что если оно составное, значит, оно распадается в произведении там чего-нибудь простого и оставшегося, значит, мы когда-то раньше смогли найти это простое, и вот этот остаточек, и тогда это число положили непростым. Так вот, простейшая реализация Рештайрта-Сфена. Давайте теорему я, наверное, оставлю пока что. Вот, ну и чтобы оценить асимптотику, нам нужна будет вторая теорема. Асимптотика. Здесь всякие линейные операции. Вот это OATN занимает создание массива. Цикл за OATN работает. И вот здесь вот за сколько это работает? Ну, это работает за N делить на P примерно. Асимптотика — это сумма по всем простым, не больше, чем M. N делить на P. Потому что самая сложная часть — это вот этот вложенный цикл по G. Но он работает вот тут написано за N делить на P. Поэтому суммарная асимптотика ровно вот такая. И слагаемые берутся только по простым P. Здесь рассматриваются только простые P. Ну, мы знаем, мы с ним точек такого ряда. Вот здесь написано, да, что это повторный алгарифм. Только здесь еще в числителе N написано. Ну, значит, это... Давайте я напишу так. Просто θ вот N делить на log log N. Ну, то есть здесь я даже игнорирую все вот эти вот остаточные члены. Смотрю только на первый, на повторный алгарифм. И то даже в терминах θ его напишу. Мне даже не важна константа. Потому что, ну, да, когда мы оцениваем сложность, мы не следим за константой мультипликативной. Вот. Ну, получается, такая асимптотика. Так, я где-то обманул, да? Наоборот, надо умножить. Не туда посмотрел, извините. Да, здесь log log обычный, поэтому там умножение. Извините. Опечатка. Множить, конечно. А, да. Ну, привет. Ну, черно плюс еще Таткина тогда. Вот. Кстати, не знаю, как это называется. Я его называю стильный режиссер. Это сфена? Ну, ладно. Значит, вот такое режиссер работает за N log log. В принципе, это уже довольно круто, да? Потому что, если у вас там, не знаю, ну, для какого N вообще есть смысл писать такое решето? В нашей парадигме вот этой страны, что у нас программа должна работать одну секунду примерно, вот там, когда мы на CodeForce засылаем, нам нужно завести массив размера N, то есть, в принципе, там N должно быть, ну, порядка 10 в 7 максимум, ну, может, чуть-чуть больше. И тогда вот этот вот множитель, log log, он, в принципе, супермикроскопический. Не знаю, что это. Ну, там, 5 где-то или что-то такое. Вот. Поэтому, в принципе, можно сказать, что это то, что нужно. То есть, это близко к тому, что у нас была функция кармана обратная. Помните, в прошлом семестре, там вот, когда мы СНМ писали, что-то, что-то множено обратную функцию кармана. И мы говорим, что она настолько маленькая, что, в принципе, и так пофиг, что это почти, почти вот единицы. Вот. Ну, все-таки не совсем, конечно, так, да? То есть, это, ну, может быть, что-то плюс-минус существенное. Поэтому мы сейчас напишем, что за линейное время, за вот N. Что? Вот здесь вот? Почему? Да вроде нет. Ну, типа, понятно же, что бывают простые, больше, чем корень из N. А, да, я понял вас. Но, смотрите, даже если так, то здесь будет сумма тогда до корня из N, да, и тогда здесь будет логарифм, логарифма корня из N. И это все равно мелочь. А в числителе все равно N останется, кажется. Да, значит, дальше реставра за ОТ. Здесь я, наверное, сотру эти уже штуки. Так, это решет О хорошо не только тем, что оно работает быстрее, но и тем, что позволяет посчитать больше информации. А именно, оно для каждого натурального числа найдет его минимальный простой делитель. Находим минимальный простой делитель. Давайте как-нибудь назовем эту функцию dmin от x для всех x от 1 до N. То есть мы не просто поймем простоту каждого числа в отрезке 1 до N, но еще и найдем минимальный простой делитель для всех этих чисел. Вот. Но если мы найдем эти минимальные простые делители, то как понять, число простое или нет? Нужно просто сравнить его со своим минимальным простым делителем. Да, если число простое, то единственное простое, на которое оно делится, это оно само, значит, минимальный простой делитель, это оно само. Ну и наоборот, если минимальный делитель равен числу, значит, у них нет никаких других меньших, значит, оно простое. Ну, то есть равенство dmin от x равно x, это критерий того, что x простое. Вот. Ну, кроме случаев там x равно единице, который мы игнорируем. Так, ну, давайте напишем такой код. Значит, во-первых, мы заведем вектор простых. Вектор int primes. Куда будем складывать найденные на текущий момент простые? Дальше заведем массив mind. Так, ну, здесь я уже пишу не код, а псевдокод. mind — это какие минимальные делители я нашел в данный момент у каждого числа. И я в него положу числа 2, 3, 4 и так далее, n. То есть изначально, так же, как было там, я считаю, что каждое число простое, то есть его минимальный простой делитель равен ему самому. Окей? mind — это равно i. mind — это x равно x. Это пока что такое предположение мы делаем. То есть пока мы не нашли никаких других простых, мы считаем, что число равно своему минимальному делителю. Минимальному простому делителю. Дальше мы перебираем числа. От двойки до n. Во-первых, если оно простое, то есть если минимальный текущий найденный его простой делитель равен ему самому, если mind от k равно k, тогда мы его добавим в список простых. праймс, пушбэк, k. А мы нашли число, поняли, что оно простое. Ну, в предположении, что мы mind корректно посчитали. Поняли, что оно простое, запихали его в вектор всех простых. Значит, а дальше следующее идет. Давайте начнем так. Мы вводим новую переменную p, которая пробегает по списку всех простых, и при этом должны выполняться два условия. Во-первых, p умножить на k не больше, чем n. Ну, потому что нам не нужны числа больше, чем n. Во-вторых, что тоже важно, p должно быть не больше, чем минимальный простой делитель найденный у k. Значит, мы чуть-чуть позже поймем, что это все значит. Мы перваем все простые, пытаемся найти mind вот для такого числа, которое должно быть не больше, чем n, и при этом p — это не больше, чем минимальный простой делитель у k. Тогда скажите, пожалуйста, чему должен быть равен mind у числа p умножить на k? Если я знаю, что p простое, k какое-то, при этом минимальный делитель вот здесь, вот хотя бы p. Тогда чему равен mind от p? Ну, конечно, да, потому что как это число раскладывается на множители? Там есть простое p, и еще какие-то простые, каждая из которых больше равно, чем p. Значит, минимальный делитель в точности p. Вот, написали такую строчку, все и на этом наш for закончился, и вот этот большой for тоже закончился. Тоже алгоритм занимает совсем чуть-чуть строчек. Здесь самое сложное вот это вот цикл, да, проверить два условия, что pk не больше, чем n, и p не больше, чем mind от k. Ну, надо доказать корректность и понять время работы. Значит, я утверждаю, что в конце выполнения всего этого алгоритма mind от x будет равно тому, чему нужно, минимальному простому делителю числа x. Значит, для простых это очевидно верно. Понятно, что если x простое, то мы вот если в конце положили mind от x равно x, то нигде в этом цикле mind от x не поменяется, потому что раз x простое, то оно точно непредставимо в таком виде, а значит оно не изменится. Значит, первая мысль это, что mind от x для простых x найдется верно. Найдется верно. Значит, в частности, в векторе primes будут точно все простые. Ну, возможно, какие-то еще числа, но все простые там точно будут. Точно лежат все простые. Хорошо. Тогда давайте дальше посмотрим на какой-нибудь x непростой. Пусть x непростое. И q это его минимальный простой делитель. уменьшим x. Значит, мы поняли, что для простых все хорошо, теперь надо понять, что для непростых тоже все хорошо. Ну вот пусть x какой-то непростой с определенным минимальным простым делителем q. Тогда как мы его обработаем? Значит, я утверждаю, что когда k равно x делить на q и p равно q мы выполним нужное присваивание и вот этого будет равно x, а вот здесь будет написано то самое q. Мы скажем, что min d от x равно q. Так, ну, тоже вроде все просто, да. Значит, я понял, вот x какой-то непростой. Вычленил из него минимальный простой делитель и рассмотрел остаток. x делить на q. Понятно, что когда-то k будет равно этому числу x делить на q. Там, ну, простое оно, непростое, неважно. Возможно, он добавится в вектор. Дальше мы начинаем перебирать все простые в этом списке. Там точно будет вот это вот наше q, потому что мы понимаем, что все простые точно держат в праймсе. Значит, наша заветная q там точно будет. В какой-то момент будет p равно q. Вот это неравенство будет корректно, потому что q умножить на k будет равно x. И x все еще в нашем интервале, поэтому это неравенство будет всегда верно. Здесь тоже все верно, потому что здесь написано q, а здесь написано мин d от k. Но понятно, что мин d от k больше, чем q. Значит, очевидно, минимальный делитель числа k больше и равен q. Ну, потому что если меньше, значит, в x есть еще какой-то меньший простой делитель. Значит, мы dmin от x неправильно нашли. Ну, и, значит, это неравенство тоже у нас будет всегда выполняться. И когда мы перебираем простые, там, 2, 3, 5, 7 и так далее, мы, в частности, дойдем до нашего заветного q. Сделаем такое присвоение, мин d от q умножить на k, то есть мин d от x равно p, то есть q. Ну, то есть вот эта строчка выполнится, и мы сделаем то, что нужно. Более того, мы не просто правильно найдем минимальный простой делитель для x, но и сделаем такое присвоение, такое присвоение мин d от x равно чему-то ровно один раз. Ну, потому что когда мы можем выполнить присвоение мин d от x равно чему-то? Когда p — это его минимальный простой делитель. А вот здесь вот, если это x, то мы говорим, что минимальный простой делитель xа — это p, причем мы знаем, что здесь простых меньше, чем p нет. Значит, каждый мин d от x присваивается ровно один раз. Значит, синтезика от n. Я напишу так. Итак, мин d от x когда-то верно присвоится. Ну, верно найдется. Более того, более того, n d от x ну вот обновится, да, то есть мы изменим его значение ровно один раз. Ровно один раз. То есть в первый же раз, когда мы потрогали значение мин d от x, мы туда положили правильное число, и больше это мин d от x никогда не трогаем. Ну, значит, синтезика как раз у от n. Потому что если мы каждая конкретная мин d от x трогаем максимум один раз, и как раз у нас основное время работы возникает из-за этого второго вложенного цикла, и суммарно он делает операции ровно столько, сколько делает изменения в массиве мин d. Ну, мы поняли, что таких изменений ровно, ну, не больше, чем n. Значит, время работы всего алгоритма у от n. Вопросы? Нет вопроса. Хорошо. Вот, ну, такая штука нам позволяет найти, как я сказал, уже все минимальные простые делители для всех чисел. Значит, мы можем, на самом деле, отсюда извлекать еще полезную информацию про факторизацию. Мы можем с помощью этого решета находить разложение всех чисел на множители. Факторизация. Ну, вот представьте, что мы написали это решето, для всех чисел от 1 до n нашли минимальный простой. Теперь как разложить данное число x на множители? Предполагаю, что x лежит в отрезке от 1 до n. Ну, мы знаем его минимальный простой делитель. Давайте на него поделим. Будет x делить на min d от x. Это опять какое-то число. Мы у него знаем опять очередной минимальный простой делитель. Давайте на него тоже поделим. Так, ну, я сейчас умру, конечно, это писать, но один раз не пишу. Вам, конечно, не советую это писать, ну ладно. Но смысл такой, что если мы знаем минимальный простой делитель у x и на него поделим, то нам останется разложить вот это вот число на множители. Но мы раскладываем его точно так же. Мы берем минимальный простой, выписываем его и делим. Потом у этого оставшегося числа опять находим минимальный простой, выписываем и делим. И так далее. Пока не дойдем до простого числа, а простое число уже понятно, как раскладываться на множители, это просто оно само. Вот весь алгоритм. Вопрос к вам, за сколько работает такой вот спуск? Сколько раз нам может понадобиться поделить? на минимальный простой логарифм да это работает зовут логарифма потому что каждый шаг это деление хотя бы в два раза минимально возможно простой у нас двойка но таких делений может быть тогда максимум логарифм вот если мы написали что-то в принципе задача факторизации у нас решается за логарифм задача разложения на простые множители решается логарифм хорошо так в общем же случае когда мы говорим про разложение произвольных чисел у нас к сожалению такой симптотики хорошей не будет и ну плюс минус лучшее что известно про факторизацию числа x это вот разложение за вот корни из x ну вот то как мы проверяли на простоту в самом начале да просто перебирая все делители от одного до корня точно также можно не просто проверить на простоту но и разложить на множители потому что мы по сути находим все простые от 1 до корня потом мы можем просто ну простым образом определить степень вхождения каждого простого вот этот x просто но delia столько раз пока делится потом останется кой то остаток который либо простой либо единица ну потому что если она там больше корня может быть максимум 1 простой делитель тогда вот то что осталось и тоже там простое число которое надо выписать вот ну там есть конечно и и получше наверно алгоритм и да но Но главное, что они работают не за полинома длины входа. Вот как у нас там когда-то было. x сколько занимает запись x? Значит, она занимает логарифмическое количество бит. Чтобы нам подать компьютеру на вход это число, нам нужно там дворечный логарифм x бит потратить. Значит, в идеале, если мы хотим, чтобы у нас все работало за какие-то многочлены длины входа, у нас здесь должно быть что-то в стиле логарифм в степени 2, в степени 3, что-то такое. Короче, какая-то степень логарифма должна быть во времени работы, чтобы это работало за полином от размера входа. Но здесь получается корень из x. Корень из x это что такое? Это, видимо, что-то такое. Ну, короче, в общем, экспонент его длины входа, но не полином. А вот здесь все было бы хорошо. Вот здесь была бы как раз просто длина входа. Там был x длины лога n. Здесь работает за лога n. Но, к сожалению, это еще с линейным предподсчетом. То есть нам нужно запустить до этого решето за от n. Предподсчет за от n. Ну, что еще даже хуже, чем корень из x. То есть это работает, да, если у вас все числа небольшие, вы можете запустить решето, тогда вы потом быстро можете факторизовать. Если вы не можете запустить решето, если у вас x большие, то лучше это можно за корень сделать. Либо что-то еще такое подобное, но оно все равно будет экспоненциально долго. Ну, или там, по крайней мере, не полиномиальное. Так, окей. Окей, окей, окей. Да, значит, про решето мы вроде все обсудили. Теперь давайте еще такое маленькое, что мне нужно сказать. Это обращение по модулю. Тоже, наверное, многие умеют. Обращение по модулю. Значит, такое утверждение. Пусть а и m взаимно простые целые числа. Тогда существует такое целое x, что а x равнимо с единицей по модулю m. Значит, если а и m взаимно простые, тогда существует такое x, что а x равно единице по модулю m. Этот x будем называть как раз обратным к а по модулю m. Обратное число к а по модулю m. Вот. Но чтобы доказать, что оно существует, мы даже не будем пользоваться никаким теремейлером или малотеремоферма, мы просто скажем, что раз они взаимно простые, а и m, то значит, что существуют такие целые x и y, что а x плюс m y равно единице. В прошлый раз мы доказывали теорему о линейном представлении наибольшего общего делителя. Если а и m взаимно простые, тогда можно взять их линейную комбинацию с целыми коэффициентами, чтобы получить единичку. Да, наибольший общий делитель равен единице. Вот. Ну и более того, мы эти x и y умеем находиться за алгоритмом. За алгоритмом от а и алгоритмом от m. от наших двух чисел. Ну, получается, нам расширенный алгоритм Евклида, который был в прошлый раз, находит то самое x, которое мы искали. x можно найти расширенным алгоритмом Евклида. Ну, я так напишу, совсем не стараясь. Log a плюс log m. То есть тут можно оставить, видимо, любой из двух слагаемых, но давайте сумму и цвета оценим. Тоже будет верно. Так, вот такое важное понятие обращения по модулю. Значит, теперь давайте немножко поговорим про криптографию, такую совсем простую, про криптографические протоколы. Все это будет сильно основываться вот на наших простых, которые мы в решете ищем, и на обращениях по модулю тоже будет нужно. Так, криптографические протоколы. Код Хемминга? Что? Код Хемминга, вроде. Не, не, Хемминг это не про... Сейчас, код Хемминга. Нет, это не про криптографию, это про сжатие. Ну, про криптографию. Ну, да, ладно. Значит, смотрите, вообще ситуация модельная такая. У вас есть два агента, Алиса и Боб. Они хотят как-то обмениваться информацией. И обычно канал, по которому они посылают информацию друг к другу, открытый. Открытый канал. Мы считаем, что он без шума, то есть не вносит никакие погрешности в передаваемые сообщения. Сообщения передаются вот в том виде, в котором они отправляются. Вот. Ну, например, я небольшой знаток, но мне кажется, что там плюс-минус вот так вот можно совершать какие-то транзакции в блокчейне, типа там вот биткоин и все такое, потому что там же есть какая-то открытая база, к которой все имеют доступ. И если там один хочет перевести денежки другому, то как бы это известно всем, но только просто информация о том, кто кому переводит, и какую сумму, и все такое, оно как бы закодировано каким-то образом. То есть в этом смысле канал, по которому они общаются между собой, он открытый, все в нему могут смотреть. Вот. Но, тем не менее, они как-то вот могут этой информацией обменяться. Там, возможно, сохраняя какие-то приватные данные. Как именно его зовут, как именно его зовут и так далее. Вот. Соответственно, есть еще какие-то подслушиватели. Е, значит, ну, в русском ее называют Евой. Давайте подпишем, что это Алиса. Это Боб. Это Ева. От слова подслушиватель кажется, так пишется. Ну, короче, вот есть какой-то подслушиватель, который видит этот открытый канал, и который, пытаясь, ну, взломать то, что они там друг другу посылают, пытается понять, что они друг другу посылают, используя только открытый канал. И если вот эта информация здесь довольно хорошо зашифрована, и мы видим только вот этот вот шифр от информации, мы, скорее всего, не сможем понять, что они там между собой говорят. То есть, ну, они отправляют друг другу что-то, мы это видим, само сообщение, они как бы там друг другу кодируют. То есть, Алиса там закодировала сообщение, отправила, а потом Боб его раскодировал. Они это все делают, но сторонний наблюдатель ничего не понимает. Он видит какую-то кракозябру, которая никак не может понимать, о чем именно они говорят. То есть, да. А почему в этом случае передается? Вот, значит, тут есть много всяких моделей. Давайте, вот первый криптографический протокол это гоммирование, так называемое. Работает следующим образом. Изначально Алиса и Боб очно встречаются, приходят в одну аудиторию в назначенное время и друг другом просто договариваются о каком-то секретном ключе. Давайте считать, что А и Б, так, Алиса и Боб тайна, то есть, ну, не в открытом доступе, а просто вдвоем встретились, их никто не послушивает, и вот они тайно, друг с дружкой договорились о секретном ключе. Договариваются о секретном ключе. Давайте ключ, о котором они договариваются, будет каким-то иксом, какой-то битовой строкой длины n. Просто вот строчка из нуля единиц длины n. Самое простое, что они могут сделать, это просто прийти в одну аудиторию, запустить какой-нибудь компьютер, который выдает случайную битовую строчку длины n. То есть, написать программу, которая там выводит ранд процент 2 n раз, да, то есть, случайный бит от 0 до 0, или 1 n раз, и просто говорят, что вот это вот наш общий ключ, тайный. Затем они его записывают на бумажке, расходятся по домам, и в момент, когда им нужно обменяться какой-то информацией, скажем, Алиса хочет передать Бобу какое-то сообщение, y, а хочет передать y из 0,1 в n, Бобу, тогда Алиса просто отправляет побитого xor, xay, xor, y, xor, y, то есть, x1, xor, y1 будет первый бит, x2, 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 второй бит и так далее, просто побитый xor. Тогда смотрите, мы получили, в общем-то, то, что мы хотели от криптографического протокола. Если этот канал открытый, и кто угодно сюда может иметь доступ, то есть, они общаются, не знаю, через электронную почту с каким-нибудь там открытым ключом или в большой компании, там, ну, в общем, какой-то открытый канал связи, тогда это известно всем, но из этой информации, в принципе, вы не можете извлечь y, то есть, если вы знаете битовую строчку из 0 единиц, зная, что в ней какие-то биты пришли из x, какие-то из y, они поксорились, получилось какое-то сообщение, вы не можете отсюда извлечь y. Ну, особенно, если x это равномерная случайная строга, то у вас, по сути, каждый бит случайен. Вот. Но, с другой стороны, Алиса смогла зашифровать, а дальше Боб сможет это расшифровать, просто еще раз поксорив это с x, потому, что x ксор y ксор x, x ксор y ксор x это y. Поэтому Боб очень легко расшифровывает, зная вот то самое секретное сообщение, он берет, ксорит его с результатом и получает закодированное сообщение. И больше никто так не может сделать, потому что x не известен никому. И лучшее, что они могут сделать, но это строки и догадки, но вообще говоря, эта строка выглядит абсолютно случайней. И по ней нельзя получить информацию про y. Окей? Давайте подпишем, это все-таки довольно важно, что в идеальном варианте x — это просто случайная вот такая битовая строка. Случайно равномерная строка. С 0,1n. То есть из всех таких строк мы выбираем случайно равновероятную, тогда вот это сообщение вне зависимости от y тоже по распределению такое же. Оно случайно равновероятное в этом множестве. Вот. Отличный протокол, но, к сожалению, тут два изъяна. Во-первых, им нужно сначала очно как-то тайно договориться. То есть они, грубо говоря, должны хоть когда-то встретиться в жизни. Они должны жить рядом или что-то такое. А во-вторых, это, ну, в каком-то смысле одноразовое кодирование. Потому что, скажем, если Алиса передала один раз вот такую информацию x, xor, y, потом захотела еще передать что-то и передала x, xor, z, когда два сообщения y и z хочется послать, она передает вот это и вот это, то, к сожалению, здесь уже нарушается так называемое нулевое разглашение, потому что злоумышленник, если он смотрит на вот эти два сообщения, то он хоть и, возможно, не может узнать и y, и z независимо, но точно может узнать y, xor, z. То есть какую-то частичную информацию о том, что Алиса послала Бобу, он точно может получить. Да, и просто если вот это вот пак сорит, дружка, эти две строчки, получится y, xor, z. И хоть мы сами y и z еще не можем восстановить, но какой-то кусок информации из того, что Алиса послала Бобу, мы уже знаем. Вот, поэтому это кодирование, эта схема, она такая одноразовая очень. Один раз послали и забыли. Потом в следующий раз придется опять заново встречаться и договариваться о новом x. Так. Второй алгоритм. Алгоритм Диффи-Хелмана. Ну, его можно считать не самостоятельным протоколом, а вот заменой вот этого куска, когда они договоряются о секретном ключе. То есть как можно, находясь на расстоянии, договориться о секретном ключе. Алгоритм такой. Ну, любой из двух пользователей, либо Алиса, либо Боб, там, либо кто угодно, какая-то, оракул какой-нибудь, договариваются о двух параметрах p и g. Давайте я скажу, что пусть А генерирует простое p и g, который будет являться первообразным корнем по модулю p. Первообразный корень по модулю p. Так, кто знает, что такое первообразный корень по модулю p? Так, почти все. Хорошо. Ну, ладно, половина, скажем. Для нас нужно будет просто следующее знание, что множество чисел g в нулевой, g в первой и так далее, g в середине p-2 равно по модулю p множеству чисел 1, 2, 3 и так далее, p-1. То есть все различные степени g по модулю p это все различные возможные остатки, кроме нулевого, по модулю p. То есть все вот эти вот степени попарно различны и в каком-то порядке задают нам вот эту вот перестановку. То есть степенями g можно покрыть все ненулевые остатки. Дальше. Вот Алиса их сгенерировала и публикует их. А публикует g и p в открытый доступ. В открытом доступе. Дальше происходит следующее. А генерирует случайное А маленькое. Боб генерирует случайное B маленькое. Случайное B маленькое. Затем, причем они эти А и Б друг другу не сообщают, они у них вот просто это приватная информация. А знает А маленькое, B знает B маленькое, и они пока что никому это не сообщают. Дальше происходит следующее. Алиса отправляет Бобу сообщение g в степени а, а Боб отправляет Алисе сообщение g в степени b. То есть они просто взяли случайные степени g. Алиса отправляет g в степени а, Боб отправляет g в степени b. Вот они так обменялись какими-то степенями g. Значит, теперь мы получаем, что Алиса знает а и g в степени b, а Боб наоборот, g в степени а и b. g в степени а и b. Ну, теперь, если каждый из них знает вот это вот, то они могут, значит, Алиса может взвести вот это число в степень а, получить g в степени а, а Боб может взвести g в степени а в степени b, получить g в степени а. Поэтому в итоге они оба у себя вычисляют значение g в степени а. g в степени а. То есть, еще раз, Алиса просто присланное сообщение возводит в степень а, которое вот секретное сообщение у нее хранится, тайное, сгенерированное. Боб то же самое делает со своим присланным сообщением, ввозует его в степень b, который он сам сгенерировал. Теперь у них у обоих есть вот это число g в степени a, b. И это g в степени a, b можно использовать как вот этот вот тайный ключ, секретный ключ. Можно использовать как секретный ключ. То есть, Ева может узнать g в степени a плюс b. Ну, типа того, да. Значит, смотрите, вот утверждается, вот если они так пообщались, вычислили какое-то число, понятно, что они договорились о какой-то конкретном вот иксе, да, вот то, что у меня здесь было иксом, они договорились о каком-то общем секретном ключе. Теперь вопрос, насколько он на самом деле секретный. Насколько Ева, вот этот вот подслушиватель, не сможет его вычислить. Давайте поймем, что знает Ева. Потому что задача дискретного грифмирования сложная. Значит, давайте перечислим все, что знает Ева. Она знает первообразный корень по модулю p и знает две какие-то его степени, g в степени a, g в степени b. Да, больше она ничего не знает, просто это все, что передавалось по каналам. Модуль с генератором, то есть с первообразным корнем, и какие-то две его степени. То есть, в идеале, что хотелось бы сделать Еве? Ей бы хотелось вот это вот как бы прологарифмировать по основанию g, получить вот тот самый показатель a, узнать вот отсюда a. Ну и потом вот это шло возвести в степени a. И тогда она получит то же самое, g в степени a, b. Но, к сожалению, для Евы и, к счастью, для нас, к счастью, для Лисы и Боба, задача вот этого самого дискретного логарифмирования, то есть получение, решение уравнения g в степени x равно данному числу, то есть, ну, по сути, да, извлечение вот этого a по значению g в степени a. Это сложная задача. И пока что ее никто не умеет делать за поленом от длины p, скажем. Значит, давайте запишем. Самое простое, что может сделать Ева, ну, скорее, что хочет сделать Ева. Вот оно какое. Значит, это найти то самое a, такое, что... Сейчас, 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 секунду. Давайте я напишу так. Она хочет найти a, решив уравнение вида g в степени x сравнима с константой c по модулю p. То есть нам известно вот это вот c, равное g в степени a, нам известно основание g, и нам хочется возвести в такую степень, это самое g, возвести в такую степень x, чтобы было то самое нужное число c, g в степени a. Да? То есть, ну, по сути, нам нужно решить такую задачу. Ну, и затем получить g в степени b в степени a. g в степени b в степени a. И тогда она узнает тот самый тайный ключ. Вот. Ну, там, разумеется, это не вся, как бы, не единственный способ действия для ev, но он такой самый простой. Мы, как бы, не будем целиком доказывать корректность, потому что здесь нужно много определений вводить, что такое надежный протокол. Вот. Но, по сути, как бы, ей, по сути, нужно как раз таки решить такое уравнение. Ну, а вот эта вот задача сложная. Ее никто не умеет решать за поленом от длины p. А на кванты, вы думаете, умеют? А, ну, я же прочитал с помощью алгоритма хора, можно. Ну, что же, вроде, факторизацию просто делать? Для этого, как бы, наверное, как-то можно дезинфицировать. Ну, понятно, ладно. Ну, да, мы живем в мире обычных машин пока что. Вот. И считается, что такое уравнение пока что никто не умеет решать за поленом от длины p. Не умеем быстро решать. Вот. Ну, и на семинаре можно разобрать вариант решения этого уравнения за от корня из p. То есть, как бы, в идеале, да, если Алиса генерирует p достаточно большим, там, ну, не знаю, 100 знаков примерно, p порядка 10 в сотой простое, тогда хотелось бы работать за поленом от 100, то есть за поленом от длины входа. Но лучшее, как бы, ну, или плюс-минус лучшее, что известно, это вот от корня из 10 в сотой, то есть примерно за 10 в 50. Это очень долго, и, как бы, у Евы нет никакой надежды, что она сможет это x быстро найти. Ну, вот такой сюжет, который позволяет им договориться о тайном иксе, Алисе и Бобу договориться о тайном иксе, явно не встречаясь. Вот как-то, как-то посылают сообщение, вычисляют одно и то же число, которое является будущим секретным ключом для их общения. Окей? Хорошо. Так, давайте еще третий протокол посмотрим. Протокол РСА. Кажется, тоже по первым буквам фамилий авторов. Значит, алгоритм такой. Алгоритм такой. Ну, здесь тоже немножко, немножко он односторонний получается. Значит, он позволяет обеспечить одностороннее общение. В том смысле, что вот Боб, есть какое-то там, не знаю, какое-нибудь государственное предприятие, ну, или там государственный орган, он публикует открытый ключ, по которому люди могут отправлять к нему письма. И эти письма будут видны всем, но они будут, как бы, закодированы. Никто не сможет понять, что в них написано, кроме отправителя и получателя. То есть, такое одностороннее общение, как бы, мы предполагаем, что государственный орган, как бы, не отвечает в ответ, ну, или, там, отвечает открытым текстом. Мы хотим закодировать только в одну сторону. Значит, работает следующим образом. Боб публикует... Нет, давайте сначала... Боб генерирует... Генерирует... Различные простые по ИКУ. Различные простые по ИКУ. И публикует... Н большое, равное ПКУ. П умножить на КУ. Вот. И здесь уже такой, как бы, затравка на будущее, что он опубликовал произведение двух простых, и стороннему наблюдателю, если он знает только произведение двух простых, уже довольно сложно разложить это число на множители. Вот я вам там скажу про произведение каких-то двух простых, довольно больших. Чтобы разложить на множители, ну, опять-таки, плюс-минус лучшее, что мы умеем, это перебирать все простые до корня и, ну, вот, искать, там, минимально из них, да, потому что, как бы, ну, не очень понятно, как найти это самое разложение. То есть здесь, опять-таки, задача факторизации, получение по вот этому вот числу отдельно П и отдельно КУ, вот, потому что она сложная, мы предполагаем, или, там, пока что никто не умеет это быстро решать, этот протокол будет надежным. Итак, значит, он опубликовал n равное по степени Q, а также число Е, взаимно простое с П-1 на КУ-1. П-1 на КУ-1. Тогда как работает общение? Значит, если Алиса хочет послать какое-то число Х Бобу, хочет послать Х Бобу, тогда Алиса отправляет Бобу Х в степени Е по модулю N. То есть, если он просто хочет отправить Х, то вместо от отправки непосредственно Х, да, потому что если мы отправим Х, он будет всем виден, соответственно, все знают, что отправила Алиса. Вместо этого Алиса отправляет Х в степени Е, вот, возводит это число в степени Е, тем самым, как бы, ну, это уже не сам Х, а какая-то, ну, функция от него, какая-то функция от него. Ну, а дальше Боб, чтобы раскодировать обратное сообщение, Боб, чтобы раскодировать Х в степени Е, делает следующее. Ну, ему-то известно разложение N на простые множители по ИКУ. Значит, он делает следующее. Он находит... Так. D — это число, обратное к Е, вот как раз обратное по модулю возникает, обратное к Е по модулю P-1, Q-1. И вычисляет Х в степени Е в степени D. Х в степени Е в степени D. И утверждает, что это в точности равно Х по модулю N. Равно Х по модулю N. Так. Значит, еще раз, как работает алгоритм. Сначала Боб, государственный орган, публикует, генерирует сначала два простых числа, больших по ИКУ, и публикует в открытом доступе их произведение N большое. А также публикует... Давайте напишем. А также публикует число Е, которое взаимно просто вот с этим произведением, по минус 1 на Q-1. N и Е в открытом доступе. Дальше, если Алиса хочет послать Бобу какое-то сообщение, Х, она просто возводит его в степень Е, отправляет по каналу. Х в степени Е. Теперь сторонний наблюдатель видит только Х в степени Е, но не видит само Е. То есть не видит само Х, извините, да? Не видит исходного сообщения, не видит только какую-то его степень. Ну а дальше Бобу, чтобы расходировать это сообщение, ему достаточно возвести его в степень D, такое, что D — это обратно к Е по модулю, вот это по минус 1 на Q-1. Так, ну, чтобы понять, почему это работает, нужно, наверное, сказать... Нужна нам все-таки, наверное, теорема Эйлера. Голос 1 на Q-1. Нужна нам все-таки, наверное, который является, это по-английски, Учен, которые у нас есть, это не менее то, Не мыши просятся в степень. Так, вот есть такая теорема, которая говорит, что если есть два взаимопростых числа i и m, тогда a в степени φ от m минус 1 — это единица по модулю m. Ну а значит, если мы обе части умножим на a, а в степени φ от m равно a по модулю m. Значит, φ от m — это функция Эйлера. φ — это функция Эйлера. Вот. Нам не особо важно, как именно она себе вьет, нам важно только лишь, что φ от pq равно p минус 1 на q минус 1. Что? Еще раз. φ от p — это p минус 1, да. Так, что, косяк, да, где-то? Сейчас, 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 одну секунду. Да, нет. Так, где-то не так. Извините. Момент. Не, ну, в последнем секунду, в последнем секунду, в последнем секунду. Вот здесь? Нет. Сейчас, сори, сори, сори. Я позорно загуглю тебя ремейдера. Да, значит, я облажался, действительно. Тут нету минус 1, тут есть, да, спасибо. Извините. Дальше. Правильно ли я посчитал φ от pq? Вроде правильно. Так, ну тогда смотрите. Да, тогда смотрите. Значит, что здесь происходило? Нам известно х степени е, а еще мы знаем, что d это обратное к е по модулю p-1, q-1. Вот. Ну, значит, ed это как бы единичка по модулю p-1, q-1. И вот это, вот это φ от n. То есть мы, по сути, вот здесь вот, когда возвели х в степени е в степень d еще, мы получили х в степени, и эта степень сравнима с единицей по модулю φ от n. Ну, значит, как раз вот это вот то, что нужно. Да, если мы возводим х в степень что-то кратное φ от n плюс единичка, то есть единичка по модулю φ от n, то мы получим исходный х по модулю n. Значит, как раз вот это вот равенство выполняется. х в степени ed сравнима с х по модулю n. Вот следует из терема Эйлера. Вот. Ну, отлично. Значит, Боб смог декодировать исходное сообщение Алисы. Просто возведением х в какую-то степень. Вот. Ну, значит, тут надо сказать, что задача возведения в степень, она простая. Мы в прошлом семестре учились возводить бинарно в степень. Ну, вот здесь там любой алгоритм быстрого возведения в степень по модулю. Там, скажем, за логарифм d это можно сделать, возвести в степень. Вот. Но сторонний наблюдатель, что он видит? Он видит n, он видит e, он видит x в степени e. Больше ему ничего не доступно. У него есть как бы два способа действия. Первый способ действия это пытаться извлечь корень этой степени из x в степени e. А если вдруг у него это получится, то он сможет декодировать исходное e. Но это тоже не очень понятно, как делать. это не очень простая задача, если и решаемо эффективно. Второй способ это пытаться разложить n на множитель. То есть, если он запускает какой-то алгоритм факторизации довольно быстрый, который смог найти такие разложения n на pq, тогда он сможет сделать вот все, что нужно. Он знает n, как раскладываться на pq, отсюда он сможет найти φ от n, что это p-1 на q-1 может найти, просто перемножив вот эти вот два числа. Ну и тогда обратное, к e по модулю φ от n, он может легко узнать. Обратное к e по модулю φ от n, он тоже может узнать. Ну, значит, он знает d, а значит, он может смоделировать поведение Боба просто. Поэтому сторонним наблюдателем в итоге у него как бы выбор. Либо пытаться раскладывать n на множители, либо пытаться извлекать корень данной степени в zn большое, в zn, да, решать уравнение в стиле x в степени e равно чему-то, да, искать x. По сути, извлекать корень. Ну вот, обе эти задачи не очень простые, и поэтому этот протокол в каком-то смысле надежный, что даже если сторонний наблюдатель видит все вот это вот, то он не сможет, ну или, по крайней мере, быстро не сможет дико держать исходное сообщение. Так, хорошо. Хорошо. Вот, ну тогда мы немножко поговорили про кодирование, точнее, про криптографию, как обеспечить какие-то надежные, какое-то надежное общение. Плюс-минус, то есть так, что они общаются по открытому каналу, и сторонний наблюдатель все равно не может понять, о чем речь. Так. Тогда, наверное, следующий сюжет. Алгоритм Штрафсена. Наверное, будет плюс-минус за травкой к следующему разу, когда мы перейдем, наконец, к алгоритму FFT. Значит, алгоритм FFT, напоминаю, он позволяет нам быстро перемножать многочлены. Есть у нас два многочлена, скажем, n-ой степени, то есть a0 плюс 1x плюс и так далее, там вплоть до an x в n-ой, и второй то же самое с b-шками. И вот их можно перемножить за n-logen. Да, ну, считая, что мы не паримся с точностью и считаем все с какой-то погрешностью. Вот. Алгоритм Штрафсена делает, ну, как бы, пытается делать что-то похожее, но с матрицами. Итак, значит, пусть есть две матрицы. Две матрицы a и b размера. Давайте считаем, что два вката и на два вката. Для простоты считаем, что это матрицы квадратные, и при этом у них число строк, ну, там, да, размерность это степень двойки. Два вката и на два вката. Наша цель это найти a умножить на b. Наша цель найти их произведение, которое мы обозначаем за c. Значит, ну, есть, понятное дело, очень простой алгоритм, просто по определению, как их перемножить. Да, мы перебираем строчку первой матрицы, столбец второй матрицы, скалярно умножаем, получаем очередной элемент. Значит, наивный алгоритм просто по определению, наивный алгоритм работает за куб от размера матрицы. за тета от n в кубе, где n равно 2 вкатой. Если у меня размер матрицы это n, то перемножить две матрицы n на n стоит n в кубе. Ну, просто по определению. Вот. Оказывается, можно лучше, можно эффективнее, при условии, что у нас есть операция вычитания. Значит, ну давайте все это напишем. Можно немножко быстрее, мы сейчас это сделаем. Давайте для этого мы разобьем матрицу а на 4 кусочка. То есть, ну мы поделим пополам число столбцов и число строк, да, и разобьем на такие 4 равные квадратика. Каждый квадратик будет иметь размерность 2 в степени к минус уни на 2 в степени к минус 1. То же самое сделаем с бэшкой и с цешкой. Разобьем все эти матрицы на 4 одинаковые квадратика. А дальше, происходит следующая магия, которую не надо будет запоминать, но идея здесь довольно простая. Значит, давайте посчитаем следующие 7 страшных матриц. Как это придумать, мы обсуждать не будем, мы просто это посчитаем. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Продолжение следует... Продолжение следует... Смысл такой. Вот у нас есть... Сколько наших? 8 подматриц, да? Вот 4 отсюда, 4 отсюда. Мы хотим сделать 7 рекурсивных запусков умножения матрицы, соответственно, меньшего порядка. То есть, если у меня исходные были 2 вкат на 2 вкат, то теперь я буду перемножать матрицы размера 2 вк минус 1 на 2 вк минус 1 друг на друга. То есть, это матрицы в 2 раза меньшего порядка. И число умножений стало 7. 7 умножений матриц в 2 меньшего порядка. Теперь, если я с помощью этих 7 матриц смогу вычислить вот эти вот 4 ячейки, то я, получается, исходную задачу свел к 7 задачам в 2 меньшего порядка. И у меня будет такая рекуррента. t от n равно 7 t от n пополам плюс, ну, видимо, n квадрат. n квадрат, потому что здесь мне нужно будет... Ну, там, то есть, здесь самое сложное — это складывать и вычисать матрицы, что-то такое. Вот. Но мастер теорема нам позволяет... Что? Она может стоять 5 квадрат. Ой, спасибо, тета, извините. Да. Вот, мастер теорема нам позволяет такое решать. Мастер теорема. Мы там находим, значит, это что там? Что-то из этого а, что-то из этого b. Считаем логарифм от семерки по основанию 2. Понимаем, что это сильно больше, чем n в квадрате. Значит, асимптотика будет тета от n в степени лог 7 по основанию 2. Просто из мастер теоремы напрямую получается. И смотрите, это уже лучше, чем n в кубе. Чем вот то наивное решение. Это будет лучше, потому что это n примерно в степени 2,81. Ну, так, кажется, можно красиво лучше, чем это? Там, кажется, 2,37, что ли? Ну, можно 2 плюс и псион даже вроде. Но... Теоретически, да. Ну, теоретически, да. Есть, вы на 2 рецепт. Мы ничего лучше с пользой проходить не будем, чем это осталось? Нет, нет, лучше этого нет. Ну, не будем в смысле. А если у нас будет, то она, на практике, пустая. Слабо. Но только если большие матрицы. Сейчас теперь вернее, что матрицы миллион-миллион-миллион-миллион-миллион-миллион-миллион-миллион. Там еще как константа у вас будет. Да, да, да. Ну, смотрите, все равно, как бы здорово. Можно умножать не за куб, а за n, степень 2,8. Отлично. Вот. Ну, хорошо, значит, вот мы это посчитали. Давайте я напишу, как выражаются конечные вот эти вот четыре подматрицы через посчитанные. Вот что-нибудь проверим. Ну, у этого алгоритма есть еще, как бы, можно сказать, что он практически применим, потому что он очень хорошо параллелится, потому что вот вы, по сути, свели задачу к 7 меньшим. Да, если у вас есть там, условно говоря, бесконечно, ну, там достаточно много процессоров, вы каждому из них передаете эту задачу на вот перемножение там двух каких-то подматриц. Они это там вычисляют параллельно все, вот. И тогда вы, как бы, можете эффективно, ну, быстро посчитать а умножить на b. Вот. А в каком-то смысле… Сейчас, 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 надо подумать. Короче, можно сказать, что этот алгоритм в каком-то смысле эффективен, потому что он хорошо параллелится именно вот из-за того, что он разбивается на 7 независимых кусочков. Сначала они все считаются, потом из них получается ответ. Вот. Так вот, утверждается, что если мы посчитали те 7 штук, то результирующие 4 блока матрицы С вычитаются по таким формулам. Так, ну, вот это вот все учить не надо. Давайте просто какой-нибудь докажем, да, что действительно получается то, что нужно. Вот. И на этом, наверное, алгоритм мы оставим. Ну, например, давайте вот С2-2 посмотрим. С2-2, правый нижний уголь. Значит, как он получается? Чтобы получить С2-2, мне нужно умножить последнюю строчку в А на последний столбец в В. С2-2 точно равно А2-1 умножить на В1-2 плюс А2-2 на В2-2. Вроде так. Да, ну, то есть тут надо еще там доказать, что когда мы матрицы бьем на блоки, то, по сути, над блоками умножение получается такое же, как над обычными числами, да, по срочной и по столбцам. Ну, это просто. Ну, давайте проверим, что вот это вот равно вот этому. Вот. На всякий случай. Давайте это считаем. Значит, P1 минус P2 плюс P3 плюс P6. Так, интересно. Ну, я не вижу здесь общих множителей, поэтому предлагаю раскрыть скобки и умереть. Значит, ну, давайте. Пусть веселость не сойдется, я неправильно переписал. Так, это P1 было. Дальше P2, я считаю. Плюс P3. Плюс P6. Вот это? Это минус. Нет, нет, еще раз, смотрите. Мы знаем вот это, а сейчас я просто пишу вот это вот выражение, чему равно. Вот это вот равно вот этому. Да? Вы про это? Не, мы просто подставляем, чем равно P1, P2, P3, вот в эту форму. Вот то вот поставляем сюда. Значит, P1, P2, P3 я подставил. Значит, осталось P6. P6. Так, я вроде все выписал, теперь буду сокращать. Ну, я по-разному. Вот, типа, такие, ну, в общем, чтобы было понятно, что с чем сократилось. Все, вроде все сократилось, осталось как раз то, что нужно. A2, 2, B2, 2 плюс A2, 1, B1, 2. Ура! Победа. Вот, ну, видимо, если вы посчитаете вот эти вот три штуки, то получится тоже то, что нужно. Те самые произведения кусочков матрицы, которые нам нужны. Симметрично, очевидно, отлично. Не надо, нет, нет, не надо. То есть тут главная идея, идея такая, да, что мы разбиваем наши матрицы на 4 квадратика одинакового размера, потом как-то считаем 7 каких-то странных произведений через суммы и разности. 7 посчитали, получили такую асимптотику, ну и в конце из этих 7 произведений нужно как-то их там с плюсами и с минусами взять, чтобы получить 4 зультищих квадрата. Эти формулы не надо запоминать. Вот, они есть, да, и получается, что вот, получается такой алгоритм. Так. Окей. Вот, ну круто. Получается, можно перемножать быстрее, чем заинт в кубе. И тогда давайте последний сюжет на сегодня быстренько обсудим, что успеем. Это числа стерлинга. Числа стерлинга первого и второго рода. Так, сейчас, 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 все будет. Сейчас, все будет, сейчас, все будет, или не будет. А он там где-то. Так, хорошо. Бумажек. Значит, смотрите. Давайте на первом роде сначала сфокусируемся. Значит, числа стерлинга первого рода. Их можно определить двумя способами. Первый способ такой. Значит, давайте мы будем рассматривать вот такие вот многочлены. x на x минус 1 и так далее вплоть до x минус n плюс 1. n-множители здесь. x факториал делить на x минус n факториал. Нет. Нет, нет. А, ну и тогда x факториал делить на x минус n факториал тогда уж. Если так. Ну, потому что это как раз все, ну, произведение всех до x, кроме произведения всех до x минус n. Вот. Ну да, x здесь это не обязательно целое число, это просто какая-то переменная. Поэтому не обязательно придавать этому какой-то смысл. Вот рассмотрим такой многочлен. И, значит, наш вопрос следующий. С какими коэффициентами он раскладывается по обычной системе, там, 1, x, x в квадрате и так далее? Давайте напишем так. s, n, k, x в квадрате. То есть, ну, понятно, какой-то многочлен степени ровно n, значит, его можно представить в виде такой вот суммы x в квадрате с какими-то коэффициентами. И вот наш вопрос, как находить эти s, n, k. И вот эти вот s, n, k как раз будут являться числами стерлинга первого рода. Числа стерлинга первого рода. Так, зачем нам это может быть нужно? Зачем нам это может быть нужно? Ну, например, кажется, на одном из прошлых семинаров была такая задачка. Посчитать вот такую сумму, k в квадрате на c из n по k по всем k от 0 до n. Вот, значит, самое простое, что здесь можно сделать? Вот следующее. Сказать, что k в квадрате, ну, это k на k минус 1 плюс k. Значит, эту сумму можно расписать как сумма ok от 0 до n, k на k минус 1, c из n по k плюс такая же сумма k на c из n по k. Вот, а дальше, когда мы степень k заменили на вот такой вот, как бы, ну, как это называется, такой неспадающий факториал, то есть k на k минус 1, ну, то есть на несколько множителей, вот, это будет очень удобно сокращаться с c из n по k, потому что c из n по k, это там как раз произведение факториалов. n факториал делить на k факториал на n минус k факториал. И там как раз вот эта k и k минус 1 сократятся с чем-то в знаменателе, и будет вот эта вот сумма перепишется как там какая-то, ну, какая-то другая цешка, в общем. И, короче, этот ряд считать сильно проще, чем исходный. Если мы перейдем от обычных степеней k к вот этим вот факториальным степеням, то есть произведение нескольких k, k минус 1, k минус 2 и так далее, их очень просто перемножать с c-шками и складывать. То есть вот это вот посчитать проще, чем исходное. Ну, и это то же самое, то есть это там многочлено еще в меньшей степени. Такие задачи возникают, у вас уже было распределение пуассона на тервере? Вот. Это возникает, например, у распределения пуассона. Ну, или там сейчас еще сейчас. Ну, в общем, похожие идеи, да, не скажу, что прям ровно такое, но что-то похожее возникает, когда вы считаете, скажем, вот есть у вас кси с распределением пуассона, и вам нужно посчитать ее, там, от ожидания третьей степени, третий момент посчитать. Вот. Там как раз будет что-то подобное. И если вы вместо k в кубе напишите там какую-то сумму k на к минус 1 на k минус 2 с каким-то коэффициентом, плюс k на к минус 1 плюс k, вот, там это точно так же просто сложится. Ну, там тоже какие-то факториалы есть, и вот как раз они будут сокращаться с вот этим множителем. Вот. То есть задача перехода от вот такого многочлена к сумме вот таких, ну, она в каком-то смысле полезна, что, ну, например, с ее помощью можно там просто считать моменты пуассонского распределения, ну, и там, похожих распределений, у которых в вероятности есть какие-то факториалы. Да, когда мы от степени приходим к произведению нескольких последовательных чисел. Вот. Это числа стерлинга первого рода. Можно доказать еще, давайте напишем утверждение. Утверждение. Модуль числа СНК это количество перестановок на n-элементах, которые в циклическом разложении имеют ровно к циклам. В разложении на циклы имеют ровно к циклам. Вот. Ну, например, если вы рассматриваете n равно тройке, рассматриваете все перестановки на трех элементах, то как они у вас выглядят? Значит, как может выглядеть такая перестановка? Давайте я все шесть нарисую быстренько. Значит, есть такой цикл. Есть, скажем, просто петля на единице, два-три переходят друг в друга. Есть, когда все три — это отдельные петельки. А, ориентированные графы? Ну, перестановки. Перестановки, да? Перестановка — это всегда такой ориентированный граф. Ну, несколько циклов. Дальше что бывает? Дальше бывает, скажем, двойка — это петля. Один-три друг к другу переходят. Тройка — это петля. Один-два друг к другу переходят. Вот. Ну и, видимо, цикл обратный к этому. Вот. Все возможные шесть перестановок на трех элементах. И, соответственно, у каждой из них есть свой циклический тип. Здесь есть цикл длины 3, здесь есть циклы длины 1 и 2, здесь есть циклы 1 и 1 и 1, здесь 1 и 2, здесь 1 и 2, здесь 1 и 2, здесь 3. Вот. Ну и, соответственно, если мы фиксируем количество циклов, какое число k, скажем, ну вот k равно 2. Бум, мы хотим, чтобы было ровно 2 цикла. Тогда нам подойдет вот это, вот это и вот это. Да, картинка, где есть ровно 2 цикла, то есть когда все распадается в 2 таких кружочка зацикленных. Количество таких чисел, количество таких перестановок в точность равно модулю вот этого числа стерлинга первого рода. Значит, ну, чтобы это доказать, доказать можно самое простое, просто написав рекурренту для вот этого и для вот того. Доказать это можно, доказав рекурренту. Так, сейчас тоже я напишу. Так, сейчас я напишу. Вот, значит, с такими начальными условиями, когда у меня k равно 0, если s задать вот так вот и потом насчитывать рекуррентно вот так, то, значит, с одной стороны можно легко показать, что вот в этом выражении просто по индукции, если мы знаем, как выражается вот этот n-факторальный момент через степень k, то n плюс 1 легко выражается. Нужно просто там написать еще один множитель, раскрыть все скобки и получать, что там каждый коэффициент получается вот так вот. Ну, а база такая же. Здесь же с этими циклами можно то же самое сделать, значит, можно доказать по индукции, что вот эта вот формула, ну, если я модуль еще везде навешу, то эта же формула будет отображать число перестановок на n элементах с k циклами. То же самое, значит, если у вас есть формула, если у вас есть, ну, чтобы посчитать вот это, нужно, скажем, понять, где лежит n плюс 1 элемент, либо в отдельном цикле, либо в одном из предыдущих, и получается, в общем, такая же формула, если модуль навесить, будет то же самое. Вот, ну, значит, мы поняли, ну, как бы постулировали, что вот это вот число одинаково, только здесь надо еще модуль навесить, ну, и заодно мы вывели, точнее, даже опять-таки постулировали рекурренты, которые можно доказать, которые нам позволяют находить все эти числа за квадрат. То есть, если, скажем, у меня есть, если моя задача найти коэффициенты разложения n-го факторного момента, нет, n-го факторного момента через обычные степени, то я могу просто за n в квадрате написать вот эту формулу, заполнить табличку целиком, s и j, и вот эта вот последняя строчка, да, где будет там s, n, все нужные мне кашки, вот эти коэффициенты как раз будут то, что мне нужно. Ну, и табличка заполняется просто сверху вниз. Получается, за квадрат мы можем это все найти. Так, ну давайте тогда уже, поскольку времени совсем не остается, я скажу, что числа второго рода, числа стерлинга второго рода решают обратную задачу. Они выражают x в степени n через сумму факториальных моментов. умножить на, вот здесь будет коэффициент, равный числу стерлинга второго рода, s, n, k. Вот это вот число стерлинга второго рода. То есть, ну, обратная задача, да, мне нужно, наоборот, x в n выразить через вот такие вот произведения по разным k. И здесь коэффициент перед каждым таким слагаемым будет как раз число стерлинга второго рода, которое, ну, в общем, тоже как-то так считается. Там есть аналогичная рекуррента, которая позволяет за квадрат посчитать это изначение. Так, ну, на этом тогда всего спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ